Как можно, да? Смотрите. Прикольно же, да? Или вот так, да? Вообще быстро, да? Нам это нужно? Нужно? А? Чего оно вырабатывает? Нужно? Правильно. Представляешь, ты выходишь на ринг и... Это на самом деле координация вообще такая войсковая. Это безусловно, это присутствие смысла, да. А если включить музыку, вообще ломбада получится. Но если вы почти то же самое движение, но будете делать не в один квадрат, а что? Минимально устойчивое положение ног, это как? Фронтально. Это ноги на ширине плеч. Правильно? Тогда что получается? Если я вправо делаю движение, да? Тогда какой я ногой пойду? Правой. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. О! Вот это уже работа другая совершенно, да? А влево, если то влево ногой, да? Получается. То здесь сохраняется, присутствует принцип. Какой? Боксер... Катя, и выйди сюда. Принцип боксерского шага. Боксерский шаг это что такое? Это выход ноги на расстояние половины ширины ваших плеч. Вот фактически. Без чего? Без смены положения вашей тушки фактически. И вы не задумываетесь, ваша нога выходит все время на одно и то же расстояние. За счет чего? За счет того, что масса падает, и спокойно вы можете поставить ногу, не заваливаясь на нее. Вы просто ее поднимая, колено. Вы сразу начинаете падать. Вот это и есть так называемый боксерский шаг. Выход ноги на половину стопы, что дает вам что? Возможность... Посмотрите на меня. Моя голова осталась на месте, а нога вышла вперед. То есть для противника это незаметно. Я остался фактически на месте, моя голова осталась. Поднимаю вторую ногу и опять у меня осталась ширина плеч. И опять на ширине плеч. В боевой стойке то же самое. Вправо-правой ногой. Влево-лево. Назад-задний. Вперед-передний. Нет, есть конечно же. Оп! Переступил там, да? Двигаюсь там. Короткий встречный удар сделал. Как нарабатывается здесь это? Так, что-то громко. Как нарабатывается здесь, на этой лестнике? Еще раз. Если я ногу подниму, я что? Я сразу падаю, да? Поэтому еще раз повторяюсь. У меня есть успевание. Возможность поставить носок в сторону. Но тогда что делать с задней ногой? Если вы не перенесли весь тело на правую ногу, то что? Ваша нога также поднимется и опять то же самое перейдет на то же самое расстояние. Вот я начал работать, да? Раз-два. Все, мне смотреть не надо. Мои ноги автоматически становятся на одно и то же расстояние. Но за счет чего? Еще раз. Не просто я на носок поставил. Я не опускаю пятку. Я не расслабляю голеностоп. Если вы сделаете опускание ноги, вы уже перенесли весь тело сюда. Ваша нога не чувствует, куда встать ее. И она начинает под вас просто тянуться. Пожалуйста. Она за вами тащится. Это то же самое, что вы делаете, когда завал идет, весь тело ушел вперед, все, ваша нога начинает болтаться и вас начинает разворачиваться. Происходит завал. И вот сейчас вы мне в первую очередь. Отредактируем, скажем так, ногу-руку, но вот этот момент. И боевая стойка то же самое. Если вот сложить ее, да? Посмотрите. Что это? То бишь вот эта лесенка, это не какой-то средневековый тренажер. Это реальный тренажер для наработки шагового движения. Я не смотрю туда. И ударные движения. Я поднимаю колено. Все, я встал. Хоть чуть-чуть вы переносите весь тело на переднюю ногу. Ваша нога не понимает, куда становится. Мы это сейчас нарабатываем. Понятно? Простыми движениями. Я встал. Я стараюсь, я стремлюсь вытолкнуться ногой. Вытолкнуть себя. Понятно? То есть это показатель, как лахнул своя бумажка для вас. Но сейчас вы первичного. Пробежитесь мне таким образом. Смотрите. Упор лежа. Хлоп. И что? Опять. Одноимённая нога, рука. Влево-лево. Очень важно, чтобы плечи были над руками. Одноимённо, прямые ноги. Пробежали с левым-правым боком, а обратно возвращаясь. Посмотрите на меня. Возвращаемся лицом, спиной вперёд. Но! Боксёры, всё. Остановитесь. Оу! Я перекрикиваю вас. Вы поработали нормально. Не надо сейчас то, что вы делаете. Спасибо. Ещё раз посмотрите. Лицом вперёд, но! Назад вперёд. Лицом разноимённо, безусловно. Но пауза на кулаках. То есть ноги продолжают шагать. А на кулаках, видите, небольшая пауза. Момент удара. Для чего? Для того, чтобы у вас будет смена кулаков. У плеча очень короткий ход. Длина удара это вот. Меньше, больше, больше. Вот длина удара. Насколько локоть расстремится, это уже нюанс. У ноги какой шаг длинный. Поэтому руки за ногами успеют, а ноги за руками нет. Вот и у вас есть возможность, не останавливая ноги, нарабатывать смену ударов в движении. Всё понятно? Два прямых сбоку-снизу. Надо дальше отодвинуть. Приготовились. Катя, давай первая. Всё, упор лёжа, пошла правым боком.